Этому семинару предшествовала масштабная проверка городов и районов края, как раз на предмет реализации табачных изделий подросткам. В ряде случаев продавали табак ближе, чем в 100-метровой зоне от учебных заведений. Где-то удалось зафиксировать факты продажи табака детям. Город Сочи стоит, конечно, не на первом месте. Проблемы определенные есть, но по сравнению с другими муниципальными образованиями у нас достаточно неплохая ситуация. Но есть к чему стремиться, есть нарушения, которые необходимо устранить. Тем не менее, предпринимателям необходимо напоминать об ответственности, которая может возникнуть в результате нарушения закона. А это штрафы до 150 тысяч рублей. И реализаторы согласны с тем, что они обязаны соблюдать закон вне зависимости от своего желания. И платить большие штрафы, которые сейчас выросли в связи с принятием в 2013 году нового закона об охране здоровья граждан, от воздействия табачного дыма и под средствами употребления табака. Никому же не хочется быть наказанными, никому не хочется платить штрафы. И работать цивилизованно, культурно, соблюдая законы, наверное, это интерес и торговли, и наш. Как без конфликтов, не обижая подростка, можно разрешить проблему, когда он требует продать ему сигареты. Всему этому учат на подобных семинарах. Как выучен, урок проверят позже. Мониторинг магазинов никто не отменял. Елена Авсецна, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.